Всем привет, ребят! Извиняюсь сразу заранее. Выкладываю видео очень медленно, потому что праздники новогодние, работаю очень много в реале. Вот, сейчас приболел, немного простыл, поэтому время появилось. Запишу несколько видео сегодня сразу. Вот, и сразу давайте поговорим про данж 50-й левел, каньон мясника, тут данж орков. В принципе, проходится всё легко. Опять же, как всегда, главное играть в пати, слаженно, чтобы все распределили роли, всё знали, как что делать. Так, и перед основным боссом поговорим про одного из мини-боссов, про орк Shadow Elder. Всё легко, ничего не делает особо, просто в один момент он спавнит моба, который зовётся Шейпшифтер. Вот, и как только он его спавнит, сразу надо, чтобы все его убрали в ассист, сносили как можно быстрее. Что этот Шейпшифтер делает? Он превращает одного члена пати в овцу. Овца горит, короче, как горячая картошка, понятно? И она передаётся, то есть овцу можно передать другому чуваку. Но через где-то 5 секунд овца взрывается, если её не передать. Поэтому надо просто каждые 3 секунды её передавать по очереди друг к другу, пока вы сносите этого Шейпшифтера. В принципе, ничего сложного. ДПС из Шейпшифтера передаёте овцу. Главное, не передавать её слишком быстро, потому что обратно она не передаётся. Её надо всегда передавать кому-то новому. Поэтому лучше по 3 секунды держать. Вот здесь сейчас один из нас тут и умрёт. По-моему, потому что я её передал быстро. Ну, в принципе, всё легко. ДПС с Т-босса, сносите всё круто. И потом у нас будут стоять 3 орка вокруг кристалла. Вот видите, они тут кастуют какую-то фигню. Надо разбить связь между ними. Как это делается? Просто 2 орков надо какой-то ЦЦ дать. Сейчас вы видите, маг зафризит одного, другого застанил танк. Вот. И это самое. И сразу ДПС-те. И так пока всех троих не убьёте. Просто ставите ЦЦ. И продолжается ДПС. В принципе, всё легко. Так. И вот тут основной босс. Тоже он ничего особо не делает. Идут обычные атаки. Там метеоры падают с неба. Всё легко и выйдется. Там АУЕшка. Все дела. И вот будут, короче, механики, да, основные. Вот видите, кристаллы голубые светятся вокруг. В один момент босс будет, короче, притягивать всех к себе. И два из этих кристаллов будут гореть. Начнут гореть красным. Сейчас увидите. Сейчас. Метеоры. Сейчас он притянет всех. Вот. Когда он всех притягивает, круги на полу загораются огнём. Туда нельзя вставать, потому что будет дамаг, и вас в корни будут ставить, короче, тоже ЦЦ держать. Поэтому их надо перепрыгивать. Либо пешком, либо в трансформе. В трансформе легче. Так. Когда он притягивает всех, двое из кристаллов загораются красным. Один из шести человек в пати будет в ЦЦ стоять. Он не сможет двигаться. Поэтому чуваки из пати должны разбиться на две группы и зажечь два красных кристалла. То есть кто-то в одну сторону бежит, кто-то в другую. Вы говорите с кристаллом, они загораются синими. Корни слетают. И надо сразу же моментально выбегать из круга, потому что босс прыгнет, сделает его Е-дамаг. Он с одного раза сразу убивает. Потому что надо как можно быстрее выбегать из круга. Так. Потом вторая притяжка идёт. Опять он притягивает. Опять всё загорается огнём. Два из кристалла загораются красным. Но в этот раз что происходит? Один человек также становится в ЦЦ, но появляются возле кристаллов по одному шейпшифтеру. Поэтому тот, кто будет в ЦЦ, он превратится в овцу. Здесь надо зажечь всего один кристалл. Поэтому человек... Вы выбираете... Да, вся пати выбирает. Один человек выбирает кристалл, которому будут бежать все. Можно его маркером пометить, да? И пока вы выбегаете из круга, надо сносить шейпшифтера. Поэтому ранжевики, в принципе, быстрее это делают. Вот. Что происходит? Смотрите. Вы начинаете ДПСить шейпшифтера сразу же, да? Моментально. Выбегая из круга. Человек превращается в овцу и потихоньку передает его в следующую часть круга за огнем. Понятно? И так вы потихоньку выводите овцу. Пока чуваки сносят шейпшифтера, вы потихоньку с ребятами выводите овцу. Вот. Как только овцу вывели, на синий круг ее ставите. Все. Отлично. Здесь чувак не вылетел, не убежал. Ну, всем надо просто выпрыгивать с огня, загорать один кристалл, вставать в круг. И все будет хорошо, да. Потом будет третья притяжка. Третья притяжка, в принципе, то же самое будет происходить. Просто в этот раз пол начнет гореть кусками. То есть, не просто по кругу, да? А вот здесь, видите, я рано двинулся. Он загорается там, половина пола, короче, в огне. То есть, вам надо сначала посмотреть путь до кристалла быстро. И так же выбежать. Ну, и так же могут, да, я не помню, по-моему, сейчас на третьей притяжке шейпшифтеров нет, только на четвертой. Но, возможно, они уже на третьей есть. Ну, просто, да, получается такая же притяжка. Половина пола горит. Надо быстро посмотреть маршрут, определиться, как бежать. Также выбрать просто один кристалл, снести шейпшифтера. Пока так же выводят все овцу потихоньку. Ничего сложного. Главное просто все как-то скоординировать. Желательно в дискорде сидеть. Потому что, да, с рандомами это невозможно, ребят. Если люди, короче, не знают друг друга абсолютно, еще и не знают механик, это очень тяжело. Поэтому готовьтесь, готовьтесь играть в пати. В пати все делается быстро, круто. Даже если кто-то тормозит, там, всегда объясняют ему в дискорде. Ну, тут ничего тяжелого нет. Главное, чтобы все в голосе, как-то, знаете, могли все скоординировать. Поэтому очень жалко, что нет в игре голосового чата. Вот. Ну, все очень легко. Все понятно, да. Поэтому спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Вот. Сейчас буду писать дальше новые видосы, новые данжи. Как только с данжами закончу, будет маленький обзор по игре вообще. Мое мнение. Как оно. Кому зайдет, кому нет, как я думаю. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Пишите комменты. Пишите, что хотите увидеть. Вот. Спасибо всем. Всем пока.